Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World. Наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глушенко. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. И сегодня вопрос, не вопрос, а группа вопросов. Достаточно любопытная такая, которая долго накапливалась. Речь идет или пойдет о... Вы спрашиваете им, я не могу не ответить, потому что мы договорились о честных правилах игры. И, ссылаясь на то, что я долгое время прослужил в силовых структурах, проще говоря, в армии, в войсках, ссылаясь на то, что большинство военнослужащих, я имею ввиду профессиональных военнослужащих, ну, кадровых, да, по своей сути, по своим политическим взглядам, как правило, являются людьми консервативными, проще, скажем, даже глубже, скажем, преданными вере царю и отечеству, так сказать, в переносном смысле, да, в современном переносном смысле. Как могут и как складываются на сегодняшний день мои отношения с моими бывшими сослуживцами? То есть, нет ли у меня с иными военнослужащими, бывшими военнослужащими и действующими военнослужащими, каких бы то ни было противоречий на политической, идеологической и даже на нравственной почве? Потому что все эти три направления человеческой деятельности, как правило, очень серьезно взаимосвязаны. И идеология, и политика, и нравственность. Прямо, честно, открыто, откровенно скажу. Этих категорий военнослужащих, с которыми я когда-то служил, очень-очень-очень много разных. Вот, например, есть несколько групп у меня лично, несколько групп в разных социальных сетях, где, с разных частей, где я служил, а я сменил за время службы 14 воинских частей, 14 гарнизонов, скажем так. И практически по каждому, по каждой точке, где я служил, есть довольно крупные социальные группы в социальных сетях. И что характерно, они большие, там доходят 100-150, в одну из групп около 500 человек, те, кто меня знал в этом гарнизоне, в этой части. Я уже тогда был большим начальником. Вот. Идет переписка от всей души, с наилучшими пожеланиями, с наилучшими поздравлениями. Больше того, наш канал смотрят очень многие эти военнослужащие. Я сейчас речь веду о солдатах-срочниках и рядовых контрактниках. То есть, о людях, ну, как говорили в старые времена, о нижних чинах. И прямо ясно и четко скажу, что нижние чины в огромной массе своей, бывшие солдаты, скажем так, да, они сейчас все уже давно поувольнялись, то 20 лет назад, то там 25 лет назад, то 30 лет назад. Но все помнят лично меня, и, значит, глядя на наши с вами выпуски, вот эти вот, канала New Rush World, очень серьезно поддерживают. Очень серьезно поддерживают, можно сказать, аплодируют. И никакого консерватизма среди нижних чинов нет. Давайте теперь поговорим о других категориях, более старших категориях. Ну, большинство, например, моих однокашников, офицеров, давно уже тоже со службой, скажем так, завязали. Я прямо скажу, что у нас предельный возраст нахождения на службе для офицера любого до подполковника это 45 лет, для полковника до 50 лет, для генерал-майора и генерала-лейтенанта 55 лет и для генерала-полковника можно служить до 60. В исключительных случаях каждой из этих категорий может быть добавлено до 5 лет. Вот. Но если он имеет особые заслуги перед наукой, допустим, там, доктор наук, академик, еще кто-то, то в этом случае могут добавить и не 5, а 10 лет. Ну, это такую особенность я вам рассказал. Так вот, основная масса офицеров, например, да, да и прапорщиков, собственно говоря, такая многочисленная категория, да, там очень сильный разброс и сильный разнобой. Я вот сейчас вам прямо расскажу. Процентов 70, процентов 70 из тех моих бывших знакомых, кто-то был моим начальником, кто-то был моим подчиненным, кто-то был в равном со мной положении и просто моим товарищем, независимо от той должности, в которой я находился, от лейтенанта и до полковника, с кем-то приходилось по службе встречаться несколько раз, допустим, в одном гарнизоне послужил, потом промежуток, потом в другом опять судьба свела, потому что офицером всю жизнь путешествует. Настоящий, я имею в виду, офицер, не тот, который в штате сидит, бумажки перекладывается с места на место, в одной и той же части, не выходя через проходную, в течение 25-30 лет. Вот, об этом я речь веду. Вот 70% отличное отношение, поддержка и полнейший, скажем так, респект. Причем, то же самое, постоянно читают, постоянно пишут комментарии и постоянно пишут мне в личку, какую тему, например, ну, наподобие наших основной массы зрителей, какую тему лучше рассмотреть, какую тему нужно затронуть, что нужно покритиковать и каким образом покритиковать, в чем они со мной согласны, в чем они со мной не согласны. Процентов 15, может быть, 20 от общего количества моих знакомых офицеров, отставников, значит, относятся абсолютно нейтрально вот к этому. То есть, мою политическую деятельность, мою идеологическую, скажем так, работу, мои усилия по оппозиционной деятельности, по борьбе за честные выборы, значит, вскрытие вот этих всех коррупционных схем, ну, это реальная жизнь, это мой образ жизни, которым я занялся на гражданке, да, и занимаюсь им порядка уже 10 лет, вот в этом году, наверное, будет 10 лет исполняется. Я ясно, четко вижу, что они этих вопросов вообще не касаются. Вот пишут тебе, да, неважно, это будет простая смс, или это в мессенджере в каком-то, или в ватсапе, или в вайбере. Привет, здорово, как жизнь, как семья, как здоровье и все такое. То есть, не затрагивают, в отличие от тех 70%, не затрагивают вот этих вот вещей политических, идеологических и нравственных. Чисто личные взаимоотношения. И, наконец, 10 примерно процентов из общего количества, из 100%, а я скажу, что очень много у меня вот такого рода знакомых, ну, сотни за две, я имею в виду офицеров, сотни за две набирается в соцсетях и вообще в личном общении. Да, обычные телефонные звонки даже. И процентов 10 относятся негативно. Причем при этом общаться не прекращают, писать пишут, не банят, не, значит, расфрендивают, как это сейчас принято говорить у компьютерщиков. То есть, не исключают из друзей. Я остаюсь в статусе френда, остаюсь, значит, в переписке, но при этом пишут иногда вещи такие вот, ну, критические. В мой адрес, например. Ну, как же ты можешь? Ты заслуженный офицер, весь там этот самый раненый и награжденный. Ты проливал кровь за родину, ты давал присягу этой родине, и теперь ты критикуешь эту родину. Ну, им приходится отвечать, что я критикую не эту родину, а я критикую эту власть. Вот эту самую воровскую власть. Корруппирована. И когда начинаешь с ними дискуссию, с этими людьми, причем не эмоциональную дискуссию, эй, ты дурак, чмо, дрянь и так далее. Нет, культурно, вежливо, просто приводишь факты. Приводишь какие-то аргументы, которые говорят в пользу моей точки зрения. О том, что власть в стране должна быть сменяемой, и причем регулярно сменяемой, как в нормальной цивилизованной стране. Они начинают об этом задумываться. О том, что пенсии военным, например, это самый для них больной вопрос, нужно платить в полном объеме, а не только, не так, как сейчас выплачивают в России. Всего лишь 0,72%. 0,72% от суммы пенсии, которую заработал военнослужащий, что нужно побороть, наконец, эту призывную армию. То есть, вот такие военно-профессиональные и прочие иные вопросы, когда начинаешь раскладывать перед ними эти аргументы, многие из них переходят из лагеря критиков. Ну, немногие, в смысле, многие, но не так бы, как хотелось. Переходят из лагеря критиков, переходят в лагерь, значит, тех, кто положительно ко мне относится. Вот такой примерно расклад среди моих знакомых и друзей. Еще раз подчеркиваю, нижние чины все аплодируют, офицеры аплодируют процентов 70, 20% полный нейтралитет и 10% относятся критически. Особенно критически относятся люди, которые достигли, ну, скажем так, серьезнейшего возраста. Вот есть у меня один генерал знакомый, да, два, им уже за 70. Вот там чистая критика и перекрестить их уже невозможно. Это отъявленные сталинисты, брежневисты, коммунисты и так далее. Там вот невозможно, там все держится на путинизме, скажем так, в продолжение сталинизма. Вот. А в остальном я неудобств не испытываю. И в целом отношения чисто межличностные у нас неплохие. Спасибо вам за вопрос. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова